Девушки отдыхают Все именно так Подписываюсь под каждым словом Ну и как мы любим говорить Свой текст не составил, понимаете Поэтому вместе со мной подписываются Мы должны быть едины в своих мыслях Мы должны быть едины не только в своих мыслях Но и всей страной, всей нашей республикой Это сейчас крайне-крайне важно Потому что много у нас разных проблем Но мы со всем справимся И в этом нам очень помогает наш настрой Каждое утро важно просыпаться Ну с какими-то такими, знаете, жизнеутверждающими Мыслями, идеями и настроениями Вот мы искренне желаем вам Именно такое утро сегодня и всегда Мы для этого тоже со своей стороны постараемся Мы для этого сегодня специально проснулись Чтобы именно такое утро у вас и было Как всегда утро начинаем С порции актуальных новостей Которые есть в Вайбере и Телеграме Первого Приднестровского Напоминаем, что у нас самые правдивые новости Которые вы узнаете из первых рук Если вы натолкнулись на какую-то будравящую вас информацию О Приднестровье в сети Сразу обращайтесь к нам Там вы увидите либо подтверждение информации Либо ее полное опровержение Потому что у нас самые правдивые факты И сейчас это крайне-крайне важно Потому что очень много разного рода информации Которая вызывает тревогу И часто это делают специально Для того, чтобы расшатать моральное состояние Поэтому важно доверять только проверенной информации Она всегда есть в Первом Приднестровском У Первого Приднестровского В Вайбере и Телеграме, конечно Она всегда есть у нас Обо всем узнаете от нас И поговорим о новостях, которые будоражат нас Да Заглядываем, естественно, в Вайбере и Телеграм Мы с Сашей это тоже делаем на постоянной основе Вот смотрите, у нас не так давно появилось сообщение По поводу стоимости катка Мы уже много раз говорили о том Как здорово, что в Тирасполе стоимость катания 15 рублей Это абсолютно для всех доступное развлечение Ощущение, когда ты это произносишь Что это даже какой-то юмор Или какой-то рекламный ход для того, чтобы привлечь людей Но нет, правда, самая-самая минимальная стоимость Три маршрутки, либо полтора кофе Не знаю, там пол сока Или пол бутылочки колы Как вам удобнее это все исчислять Ну, в общем, правда, очень-очень бюджетный подход к каждому И поэтому, естественно, большой ажиотаж вокруг катка творится И не так давно открылся самый большой каток в Кишиневе И вот давайте сравним Повторюшки-мушки Мы-то знаем, за кем вы повторили Ну и просто стоимость интересно сравнить Там час катания стоит 120 леев Ну, почувствую разницу В общем Ничего нового, поскольку мы уже узнали, что Молдова все любит умножать на 10 Вот и как бы, да, наша цена умножена на 10 Вот и получилось 100 леев Можно приехать в Тирасполь Это даже, я думаю, окупит дорогу, если честно Я думаю, да Если вы приедете в Тирасполь То здесь вы получите максимальное количество удовольствия За самую-самую минимальную сумму, которую только можно придумать Да, но мы-то готовы принимать простых жителей Молдовы Да, и мы даже не возьмем с вас лишние пошлины за то, что вы въехали Да, приезжайте, вот катайтесь на нашем катке Мы не против Но в остальном, если честно Позитива в отношении к соседям сильно не хватает Напомним, у нас огромный перечень проблем Который пока только увеличивается Но, к сожалению, не сужается Да, напомним, что действуют пошлины Которые Молдова вела против Приднестровья с начала этого года И при этом руководство власти Молдовы не слышит Ни приднестровский народ, ни приднестровское руководство Не слышат наши призывы отменить все это дело Это действительно дань Потому что это, по сути, двойное налогообложение И все это идет не в бюджет Приднестровья А в бюджет, соответственно, Молдовы Для нас эта ситуация неприятна Поступают только убытки многомиллионные И повышение цен, которые мы все вместе с вами ожидаем Его очень не хочется И многие предприниматели стараются его не допустить Но все равно, скорее всего, они тоже будут вынуждены поднимать цены И это еще не все проблемы Есть большой вопрос с экспортом приднестровским Который тоже Молдова блокирует И уже больше, чем полгода Больше полугода сейчас часть предприятий в Приднестровье простаивают Люди остаются без работы Потому что Молдова блокирует экспорт Это все сказывается на взаимоотношениях И на жизни простых граждан В этом смысле, конечно, очень хочется, чтобы было по-другому И в том числе за это выступали на митинги на прошлой неделе Там были и молодые люди, были и защитники Приднестровья Ну вот такие, например, как Владимир Гуменский Он был еще одним из гостей специального разговора Вот на прошедших выходных И он тоже говорил Он, конечно, помнит митинги конца 80-х Те самые главные, которые, в общем-то, повлияли на создание нашей страны И он прошел этот путь И понятно, что кризис 2006 года Этот человек очень хорошо помнит И он говорит, всегда в строю И тогда защищали свою страну И сегодня Это очень-очень важно Это возможность почувствовать нас Но как бы это громко ни звучало Знаете, единые нации, приднестровцами Людьми, которые борются за свои права В нынешней ситуации Это очень нужно и важно Очень нужно и важно Мы в очередной раз призываем вас сохранять полнейшее спокойствие Спокойствие, только спокойствие Мы справлялись со множеством проблем Сложно, конечно Сложно, конечно, да Положа руку на сердце, знаешь, Саша Поскольку предыдущие годы Мы каждый год хотим, чтобы он был немножечко легче и лучше Но какие-то последние 3-4 года Каждый год преподносят нам новые сюрпризы С которыми мы все вместе справляемся Сохраняя правильный и добрый настрой Мы понимаем, что все время на это тоже обязательно пройдет Главное быть вместе Главное не бояться, не поддаваться панике А с остальным, естественно, мы, как всегда, разберемся Да Ну и сейчас тоже все вместе Посмотрим наш новостной блог А затем вернемся В Москве видят, что Молдова давит на Приднестровье А решить конфликт на Днестре можно только за столом переговоров В ТАСС опубликовали интервью директора 2-го департамента стран СНГ Российского МИДа Алексея Полищука Предпринимаемые Кишиневым с начала этого года Меры экономического давления на Тирасполь По оценкам наших экспертов Еще более отодвигают перспективы устойчивого решения Приднестровской проблемы Нужны не досужие фантазии, а реальная работа По выправлению деградирующего диалога между берегами Днестра Россия, как посредник и гарант приднестровского урегулирования Готова этому способствовать В переговорах кризис 5 плюс 2 простаивает с 2019-го Тогда Молдова отказалась подписать итоговый протокол По итогам встречи в Братиславе С тех пор компротиворечий в отношениях Кишинева и Тирасполя растет Власти Молдовы создают новые искусственные проблемы От блокады лекарств до пошлин на импорт И уже не скрывают это политические решения О предпосылке гуманитарного, социального и экономического взрыва Путь к так называемой реинтеграции Российский дипломат Алексей Полищук подчеркнул Сейчас нужны не досужие фантазии, а реальная работа по выходу из переговорного кризиса В Тирасполе отремонтируют центральную улицу Покровскую 25 октября Дорогу от Дома Советов до площади Суворова на деньги компании «Шериф» Везде на тех участках, где не было среднего ремонта Кроме того, обновят коммуникации Пока от бульвара Гагарина до Дома Советов Это уже за счет бюджета Есть и другие планы От театра до улицы Правды И выход на Бородинку И продолжение Бородинки Это вот такая цель Чтобы соединить все тротуарами нормальными, красивыми улицами Чтобы люди могли гулять, сделать туристический маршрут Также в планах на этот год ремонт городского дворца культуры Тирасполь, Каток, Снежинка На выходных здесь стартовал ледовый марафон Приезжали покататься из Григориополя, Дубасар, Рыбницы и Каменки На кассе посетители показывали паспорт с пропиской и проходили без очереди Пройти без очереди могут и те, кто пришел со своими коньками Если их нет, прокат 5 рублей Вход на столичный каток 15 Это за полтора часа на льду Кишиневе цены в разы выше Покататься 45 минут стоит 125 леев Каток в Тирасполе будет работать до 19 февраля Потом его закроют на реконструкцию Установят купол, его уже привезли в Тирасполь У нас идет полная реконструкция Будет обновляться вся электрика, сантехника, теплоснабжение, газификация Была построена новая котельная Был сделан фундамент для самого купола На чем будет стоять купол и держаться за что, так как он воздушный В виде конуса Предыдущий купол, он был закругленный И вот эта площадь, она была более пологая А сейчас он будет у нас более идти вверх Чтобы когда были снега, снег мог скатываться и не налипать У нас еще нужно будет демонтировать борта Лед убрать, потом заново его поставить Ну, то есть это долгий процесс Приблизительно планируем затратить на это все порядка одного месяца Хотелось бы, чтобы в конце марта мы уже открылись И могли проработать еще весь апрель Ну и как дальше позволит погода Пока каток работает в штатном режиме И ледовый марафон продолжается На этих выходных ждут гостей из Биндер, Словодзеи и Днестровска А теперь главному событию дня Ну, для нас так уж точно Для компании всего первого Приднестровского Поскольку сегодня день рождения празднует наш главный редактор Виктор Юрьевич Савченко Наш босс Наш босс, наш начальник Да, мы его очень любим Мы ему невероятно благодарны за всю ту работу, которую он проводит с нами И вот, знаешь, я все думал, что пожелать человеку Правда, он очень много работает, очень много трудится Во-первых, и, конечно, побольше отдыхать и проводить время с любимой семьей Во-вторых, это терпение нас всех собирать Поскольку работать в творческом коллективе, друзья, тот, кто понимает нас Руководить творческим коллективом Руководить, собирать их, грубо говоря, всех до кучи Это очень-очень большая работа Поэтому желаю просто от всей души терпения, сил Главное, здоровья и удачи во всех, во всех начинаниях И понимание каждому из нас, потому что, правда Я не понимаю, я не знаю, как наш босс справляется с каждым из нас Потому что у каждого из нас есть свое видение, свои творческие идеи И это все нужно собирать для того, чтобы первый Приднестровский очень неподотворно работал Да, на самом деле умение вести вперед творческий коллектив Это очень непростая задача И наш босс делает это уже 7 лет И отдельное ему спасибо и за его терпение, и за его профессионализм Мы очень многому у него учимся И он нас действительно держит в тонусе И это очень-очень непростая задача Спасибо ему большое за это И еще отдельное спасибо за надежное плечо Потому что мы всегда знаем, что он впереди И если вдруг что, нам не страшно Потому что у нас есть действительно уверенный начальник, который разберется И это чувство, оно тоже очень, конечно, важное абсолютно для каждого сотрудника нашего телеканала У босса нашего юбилей, поэтому так много поздравлений звучит сегодня И не подумайте, это не прописано в сценарии Это абсолютно все идет от души Потому что есть вероятность, что наш босс даже вот эту часть не услышит Но это не беда, потому что мы еще лично ему все сегодня скажем и поздравим Поздравим, вы тоже можете поздравлять В инстаграме можете до первого Приднестровского Либо утро, нижнее, подчеркиваю, ПМР Писать сообщение Пишите, мы все прочитаем Мы обязательно передадим нашему боссу Ему будет очень-очень приятно Правда, то, что вы видите Да, мы верхушка айсберга А за этим стоит большой человек, который все это контролирует, делает и придумывает Поэтому благодаря ему вы вместе с нами сейчас можете общаться Вот так еще раз поздравляем Здесь не хватает фанфар Все будет, у нас есть монтаж, Саша Сейчас все будет Сделаем, да, все обязательно будет Ну а теперь мы двигаемся дальше Сегодня, кстати, день рождения Совпадение? Не думаю, да? Да, еще одного большого человека Это Леонид Гайдай Ну приятно вспоминать этого советского кинорежиссера Потому что его фильмы, ну, это часть нашего такого культурного воспитания И для человека, который говорит на русском языке и смотрел эти фильмы Это вот как будто бы часть нашего развития, вообще воспитания и всего абсолютно Медведи, балалайка, Гайдай Это все, что должно быть в душе русского человека Абсолютно И правда, это так Всем известные фильмы, расхватанные просто на цитаты Каждая какая-то фраза, каждая сцена западает вдолго в самую душу Причем, что интересно, Гайдай в жизни и по характеру был достаточно спокойным человеком Который редко улыбался И, наверное, не очень любил смеяться Но при этом понимал Полное осознание у человека было того, как снимать правильную комедию Что комедия это всегда боль, которая произошла не с тобой Потому что если отстраненно смотреть новые фильмы То это очень и очень печальные истории, которые происходят с людьми на ваших глазах Но нам при этом смешно Великий мастер и оставил, ну, конечно, гигантское культурное наследие И вместе с ним, вместе с его фильмами смеялись миллионы И что приятно, вот после просмотра каждого фильма Бриллиантовая рука, Иван Васильевич меняет профессию Операция И, что там еще, огромное количество этих фильмов Всегда оставалось какое-то очень теплое ощущение И это очень-очень ценно Что-то такое в душе навсегда с вами после просмотра фильмов Гайдая При этом не сразу ему улыбнулась кинорежиссерская судьба Удача, да И первые его фильмы не прошли В советские годы была очень строгая цензура И он с ней активно боролся, в принципе, на протяжении всей своей карьеры Но один из первых его фильмов «Жених с того света» его просто зарубили Назвали там пасквилем на социальную советскую действительность И сказали снять фильм такой пропагандистский, революционный Ну, чтобы, так сказать, загладить свою вину И, надо сказать, у Гайдая не было выбора Он согласился снимать этот фильм Но ему было так плохо, ему было так тяжело У него на нервной почве открылась язва И он всерьез подумывал уйти из режиссуры Потому что понимал, что он не сможет всю жизнь снимать такое кино Но благо, вот что значит, да, предназначение и судьба Все как-то случилось И потом он уже снимал то, что любил То, что понимал И вот уже одна из первых его успешных картин Это пёс Барбос необычный кросс Он увидел эту саму историю И хотел снять её короткометражку в стиле Чарли Чаплина Но он его обожал Ну, он очень любил, да И, ну, действительно, есть ощущение, что всё получилось И там же появилась знаменитая троица В которую влюбился весь Советский Союз И мы любим до сих пор Витцин, Маргунов и Никулин Они не раз ещё появлялись в его фильмах И это тоже вот наше наследие Когда ты смотришь, ты понимаешь, что это, ну, что-то такое родное Что просто не передать словами Ну, и когда мы говорим Никулин Мы, естественно, сразу вспоминаем, как он был здесь Приднестровский след В Дубосарах, да И, кстати, по воспоминаниям очевидцев Которые знакомы были тогда с Никулиным Познакомились здесь, в Дубосарах Они рассказывали о том, что и Витцин приезжал И они гуляли по городу И присматривали, думали снимать фильм Может быть, Гайдай бы что-то и снял здесь Может быть К сожалению, не случилось, не сложилось Но согласитесь, приятно об этом думать И вспоминать Вот если бы какие-нибудь преднестровские виды остались Они, знаешь, они все равно остались в кино Потому что это всем известные и понятные картины Которые до сих пор греют душу И, как говорят, да, знающие И с каждым годом советские актеры в фильмах Гайда Играют все лучше и лучше И истории, которые вы точно знаете Причем, если, опять же, коснуться самого Гайда И человек с действительно тяжелым характером Состоящим режиссерским, насколько я понимаю Поэтому часто актерские братья От него, конечно, бывают не в восторге Наверное, мало актеров, с которыми он очень долго работал В итоге не произошел какой-то конфликт Сначала, да, ушел Маргунов после съемок Там и Маргунов был непростой, надо сказать И Маргунов тоже был непростой До конца жизни на Гайдае, к сожалению, был обижен Демьяненко Который считал, что именно Гайдай погубил его актерскую карьеру Сделав его шуриком и не смог отклеить от него это клеймо Слушай, мне кажется, что у любого большого человека Всегда есть те на его пути, которые там чем-то недовольны С другой стороны, именно Гайдай дал путевки в жизнь многим-многим людям Он тоже, кстати, не любил, когда ему отказывают в съемках Потому что, как вы, наверное, знаете и слышали эту шутку В Иване Васильевич меняют профессию на вопрос, кто играет царя Он говорит Юрий Никулин И это отсылочка как раз к Юрию Никулину, который отказался сниматься в этом фильме И Гайдай таким образом над ним пошутил и немножечко его подколол Потому что фильм вышел в прокат, собрал, ну, просто миллионные просмотры Стал тут же любимым и цитируемым, а Никулин подумал, что его положат на полку Из-за какой-то политической подоплеки, как ему показалось Не просто было, и вот уже, кстати, после распада Советского Союза Последний фильм Гайдая, это на Брайтон-Вич На Дерибасовской хорошей погоде, да Кстати, там у него есть камео, он играет Да, и молодой Дмитрий Харатьян Это еще одна молодая звезда, которую, по сути, открыл тоже, ну, Гайдай, да, в этом смысле И вот Гардемарины были, ну и вот на Брайтон-Вич Гардемарины на Дерибасовской улице произошел фильм Ну, почти, нет, не совсем так Но я имею в виду, что вот популярность Харатьяна, она тоже в том числе и благодаря Гайдаю И этот фильм уже фильм 90-х Но тоже у Гайдая получилось прочувствовать и время, и настроение Этот фильм тоже имел большой успех То есть он был, конечно, мастером вне времени, умел снимать в этом смысле разное кино Ну, мы благодарны, мы благодарны за это наследие Если вам хочется просто каких-то добрых ощущений, так, чтобы вам на душе было хорошо Пересмотрите что-нибудь из Гайдая Обязательно Если вы не знаете, как он выглядит, как раз пересмотрите на Дерибасовской Хорошая погода, да, потому что именно там он играет камео Его выносят из казино с ручкой от автомата в руках Это, кстати, личная история, поскольку Гайдая оказался великим игроком И вот, конечно, от этих автоматов просто оттаскивали И он это все увековечил в, собственно, свойственном для себя юморе Еще есть одно событие на сегодняшний день Мы возвращаемся к преднестровским нашим героям Ну, в том числе можно героем назвать Одно из главных наших предприятий Наш промышленный гигант Молдавский металлургический завод 39 лет Сегодня огромная история Там можно перечислять что угодно Я предлагаю сначала посмотреть наш сюжет Окунуться в эту историю Ну, а затем мы вернемся и продолжим говорить про наш промышленный гигант ММЗ, рыбница Варить сталь здесь дело семейное На заводе 425 династий По сути, пол коллектива родственники Братья Салеба металлурги во втором поколении Мама и папа работали со дня запуска завода Когда возник вопрос, я даже не задумывался Пошел учиться в Национальной металлургической академии Украины Это город Днепропетровск Отсылали по заводу Потом вернулся и до сих пор, с 2004 года, работает здесь Для меня это работа для настоящего мужчины Плавить металл, то есть, по сути, мы делаем из мусора готовую продукцию Сейчас у печи столевары Салеба Алексей работает 20 лет, Антон – 14 Всегда друг другу помогают Шутят, что сталь варят по семейным рецептам У нас от обычной арматуры до высокоуглеродистых морок стали И любая сталь требует внимания В этой работе не бывает все обычного Всегда что новое, всегда надо чему-то учиться А это сортопрокатный цех Здесь трудится огненная династия Шолдя Анатолий – оператор стана горячего проката Андрей – вальцовщик Все три сына загорелись мечтой – приручить металл Стальский сейчас в Ираке, в Ираке на металлургическом заводе Средний со мной, младший тоже собирается идти по нашим стопам Я буду только металлургом, раскаленный металл Его приручить, наверное, как огонь, как воду его невозможно Мы добиваемся этого Добиваемся этого всеми успехами Выдачей хорошей продукции, качественной продукции Вот если выходит последняя качественная продукция Значит, мы приручили этот металл Любовь к раскаленному металлу передалась на генетическом уровне Отец и сын – напарники У нас вообще работа связана Мы друг без друга работать не сможем Друг от друга зависим, так сказать Он клетий мне настраивает Где-то там подтяжку делает, где-то подпор И так, а я настраиваю там Бывает, мы уже только жестами общаемся Вот, со стана не крик, но покажу на руках или еще что-то И он меня только жестами понимает ММЗ стал судьбой и для семьи Пламедиала Отец и сын работают в управлении по ремонтам Но на разных участках Сергей – слесарь, ремонтирует механическое оборудование Александр – мастер электрика, обслуживает электрооборудование Здесь я родился в этом городе Учился И когда построился завод Я целенаправленно поступил в Криворожский металлургический техникум Люблю профессию, да Мне нравится, когда вот Если что-то не работает, вот мы чиним И оно обретает свою вторую жизнь По стопам отца я пошел, потому что Каждый раз, когда он приходил с работы Все детство, спрашивал его Как он вообще там работает Было очень интересно вообще производство Как оно здесь все происходит Сегодня день рождения ММЗ Заводу исполнилось 39 лет Для металлургов это семейный праздник Отметят скромно у станка Сейчас металл не плавят, но работы много По традиции январь – время ремонтов Дни рождения на ММЗ, на фасаде здания Появляются цифры, я думаю, они будут И сегодня, напомним, 39 лет сегодня Нашему промышленному гиганту Вообще ММЗ – это, конечно, история И очень много связано прям таких, знаете Интересных ниточек, да, интересных историй Ну, например, когда рыли котлован, нашли Костя Мамента Да, и Зуб Мамента, кстати, до сих пор хранится в музее завода А еще там когда-то работал свой Виктор Цой Да, да Да не тот, который, конечно Слушай, ты вот учишь и учишься без толку Когда-то на ММЗ работал Виктор Цой Да Вы понимаете, насколько для нас это интересно И мы нашли в самых главных рок-песнях Советского Союза Наш предмистровский след Вот таким образом Вот таким образом, практически А теперь развеем миф о датах Да, ну действительно, на ММЗ работал Виктор Цой Но не тот, который великий музыкант Но тот, который великий солевар Это, наверное, даже важнее Опытнейший сотрудник Его фото тоже есть в музее ММЗ Но вот тоже интересные какие-то такие моменты Я думаю, что настоящий Виктор Цой Если бы работал на ММЗ, написал бы больше песен И хотел бы работать не в кочегарке, а именно на ММЗ Сто процентов Очень может быть Ну и, конечно, нам приятно говорить, что сталь с ММЗ Она есть и в Останкинской башне Что-то там они делали для Формулы-1 И Олимпийский Сочи строили тоже при участии стали из ММЗ В общем, это правда Для нас большая-большая история Мы, конечно, поздравляем абсолютно каждого сотрудника Молдавского металлургического завода Желаем им только процветания Потому что, честно говоря, завод тоже сталкивается с огромным количеством проблем Молдова препятствует развитию ММЗ и экспорту нашего завода Но сколько бы ни было проблем в истории завода Он все равно, как всегда, как птица Феникс Что бы ни случилось, он всегда возродится, будет работать И для Приднестровья это очень важный такой стратегический объект И мы, конечно, еще раз и еще раз желаем процветания нашему заводу Ну и продолжим говорить о нем уже в нашем таком опросе Но это скорее опрос Викторина Решили узнать у Приднестровцев, насколько хорошо они знают завод ММЗ И насколько вообще они о нем слышали, да? И что они о нем слышали? И мало ли, что они там выдумали Знают ли, например, что там работал Викторцой? Или что там есть зуб мамонта? В общем, сейчас обо всем расскажем Что объединяет Приднестровцев, Останкинскую башню и Формулу-1? Правильно, Молдавский металлургический завод А его деятельности знают далеко за пределами республики Насколько хорошо наши жители знакомы с ММЗ, мы сейчас узнаем Здравствуйте! Нет, нет, нет У нас пару вопросов буквально Давайте мы спросим вас, а вы потом нас Нет, я не местная Как расшифровывается аббревиатура ММЗ? ММЗ? Металлургический завод? Металлургический комбинат или... Дословно не знаю Молдавский металлургический завод Ставьте, как расшифровывать НМЗ Металлургический, Молдавский завод Молдавский металлургический завод Сколько лет исполняется заводом? Я не знаю Не знаю 40, наверное Давайте пусть будет 50 Ой, это интересный вопрос, к сожалению ответа на него не знаю а есть варианты 39 50 больше 100 блин давайте больше 100 потому что они долго живут уже больше 100 ну пускай будет 39 давайте будет 39 где находится ммз в рыбниц нет это честно даже не знаю давайте пусть раз по любому центре это здесь между почтой и памятником суворов нет я думаю может где-то там за мостом но то тоже не толку что-то другое там другая фабрика в рыбнице в рыбнице в рыбнице где же он находит в рыбнице молдавский металлический находится возле рядышком цензавода где рядышком на цензавод влево влево а цензавод прямо а город город рыбница из рыбницкого металла сделали канаты для останкинской башни пизанской башни или эйфелевой башни ну наверно останкинской а останкинской башни для эйфелевой башни или казанской башни вот не помню уже не могу сказать что-то слышали но просто не помните помню для моста по моему мост или или по моему теле теле телевизионная вышка башни для останкинской башки останкинская совершенно верно давайте варианты останкинской потому что я думаю до туда вряд ли доехал хотя прокатка в арматуры там достаточно такая специфическая и очень популярная в мире но я думаю что останкинская кто связывает ммз и формулу 1 столевар иван в двухтысячных участвовал в гонке завод делал шины для формулы 1 и завод отливает кубки для формула 1 мне кажется вариант 1 что-то ближе вар или или кто стальевар придет кто-то участвовал да да ну наверно что-то связано с шинами думаю кто-то из наших там участвовал в гонках пусть будет отливает кубки я думаю что все-таки кубки такой хороший вариант да кубки наверно вообще правильный вариант они участвовали в создании шин там шинах есть металлические просто настолько насколько у них есть резиной как они пользовались не могу знать но вот что касается металла это известный факт какое отношение к ммз имеет виктор цой виктор цой пару раз давал там концерты работал с тали варом и лично сдавал металлолом на завод работал с тали варом сдавал может металл тогда вообще правильный ответ он работал с тали варом но работал не тот виктор цой которого мы все знаем работал его полна там просто есть полный тезка ну раз так то я согласен мы уже за кадром это начали продолжим прямо перед вами общаться как александра черни сказала на возвышенные темы теперь объявляю еще про искусство будем говорить и в нашей студии наш арт проводник саш черни доброе утро доброе утро продолжим общаться да продолжим общаться и давайте сразу во францию центр помпиду центр современного искусства помпиду это как будто разыгрывал рояль на самом деле очень важная институция для творчества для того чтобы транслировать современное искусство и сейчас у них будут перемены которые взволновали профсоюзы в том числе а их во франции много они всегда постуют требует что-нибудь без конца в общем реновация ждет центр помпиду и реновация на целых пять лет стоимость этой реновации около 300 миллионов евро это огромные деньги как вы понимаете но самое сложное в этой ситуации то что они планируют действительно в двадцать четвертом двадцать пятом году примерно в эти временные сроки полностью закрыть центр и таким образом специалисты которых около тысячи человек с эти какой штат гигантский они остаются как бы в простое в каком-то и скандал произошел на почве того что они просят чтобы государство сто процентов обеспечила их через пять лет когда закончится реноваться не факт что он закончится через пять сто процентов обеспечила их рабочими местами плюс у них есть требования чтобы им на данный момент когда какая коллекция собственно говоря будет изъятой с его помпиду и где-то будет находиться что мы нашли равнозначную точку где они могут заниматься дальше своей вот этой выставочной деятельностью но как вы понимаете помпиду это огромная территория в общем найти где-то еще равнозначную еще в центре парижа они требуют очень сложно но больше всего мне кажется надо задуматься на ту тему что казалось бы вот для меня как для человека который любит искусство но при этом я помпиду кстати не было для меня это всегда казалось местом современного искусства и что как будто бы какие реновации она и так современная а оказывается по меркам до европейской вот этой институции музейный там требуется реновация то есть как он устарел и для меня это какой-то был нонсенс чисто чисто психологический музей современного искусства устарел ну потому что для когнитивный десонанс должно быть всегда современным устаревает оно в тот момент когда все происходит они планируют максимально сделать интерактивными площадками то есть да вот эта идея завода наконец-то можно будет потрогать эти современное искусство руками потому что до этого ты вы когда его видели например да вы думали что это можно трогать а нет а а теперь быть можно если иногда смотришь на современное искусство сейчас горишь руками очень хочется трогать такое тоже бывает такое тоже бывает теперь площадки будут более технически оснащенными то есть все будет двигаться вперед много мультимедиа то есть это с точки зрения музейного дела ну развития конечно но представляете себе пять лет пять лет тысяча сотрудников и конечно же александр деда 5 лет 5 лет что-то из гамлета музей помпиду ну вот мне кажется это интересная новость но прям и мне кажется много 5 лет ну давайте обратимся к дорогие французы пожалуйста ускорьте процесс когда концепток ренова ренова спасибо музея помпиду мы требуем от втроем в общем кто хочет еще попасть осталось у нас совсем немного времени где до середины двадцать четвертого года еще можно так сказать есть последний вагон паровоза потом на целых пять лет мы останемся без этого музея как а может быть известно но мы выдержим александр нам все расскажем кстати я недавно увидела в сети видео где очередные активисты обливают уже монолизу да было это прямо два дня назад очередной раз и это была монолиза и как будто бы это уже банально уже не знаешь это уже не вызывает даже даже не впечатляет таки видно что но это запланированная история там сразу ширмы появились сразу все они там стоят эти охранники вместо того чтобы их оттуда отогнать они выгоняют спокойно реагируют да все очень спокойно что это вот все согласованные вещи есть ли не понимаю почему руководство там лувра например да или кто там эти вопросы решают позволяют потому что черный пиар это тоже мне кажется там есть определенная стратегия тут еще игра вот слов just up oil они борются за то чтобы снизили количество нефти да которую сейчас в недрах достают и вот слово ойл оно переводится как масло и масляные краски мне кажется они играют именно на этом я прочитала большую такую аналитическую статью вообще по поводу вандализма в наше время и и исследователи говорят о том что здесь какая-то есть главная рыба да которая маркетингом прорабатывает систему влияния то есть не просто так выбраны работы когда облили картину констебле приклеились к ней об этом никто не говорил и сразу поняли не работает надо брать только ярким и знаменитым почему взяли того же ван гога с подсолнухами идея была в том что ван гог очень дорог и он узнаваем и на него выпить вылить сумка суп кэмпбел да это тоже отсылка к энди орху это такая очень интересная стратегия то есть мне кажется мы не видим до конца общей картины мы скорее всего поймем в чем там масса причины что заложено чуть чуть позже чуть чуть подальше то что смотреть на этих подростков очень грустно однозначно они не понимают о чем речь у них тема экологии на переднем плане такой фронт но они скорее всего просто не понимают подростки окей но есть же действительно руководство там чуть ли не главного музея мира и для меня это такая ерунда вот ты смотришь причем все же понимают что ничего не случится там стекло вот видите этой ерунде мы уделяем уже пять минут нашего дорогого я считаю что об этом невозможно не говорить да и когда говорят о какой-то свободе которая есть там в европе в америке я вот в таком вижу перегиб как раз вот допустимой этой свободы их охрана реагировала максимально спокойно там понятно что это спланированная акция я согласен не уберут лучше здесь не шевелиться попробуй убежать из музея в любом случае мне кажется там эти все главное стоят в ограждении те которые пришли на ману лизу смотреть я просто смотрю они здесь стоят или что в любом случае мне кажется это определенный тоже акт творчества современного да и вот в этой статье исследовательской большой уделяется внимание тому что акты вандализма в современное время это часть процесса исследования и процесса создания современного искусства причем сама идея вообще не на вот смотрите в чем фишка вылить суп кэмпбелл это отсылка к энди уорхолу на произведение эпохи возрождения это некая игра слоев поэтому я же говорю здесь не все так просто хотя да раздражает честно игра слоев для нет и ерунда вот видите а вы хотели узнать как влияет современное искусство на людей пожалуйста видите человека бомбит уже 7 минут по поводу того что вылили на стекло на монализе какую-то чушь ну можно заниматься более полезными делами я думаю что те кто качает нефть отсылайте к нам они как-то не сильно расстроились и не подумали да точно надо качать меньше потому что все-все-все-все отправьте к нам этих подростков они поживут на деле у Маши поверьте они после этого не то что выливать ничего не будут они еще и рисовать начнут и перейдем к новостям Александра поехали дальше двигаемся дальше и это уже венецианский кинофестиваль София Коппола очень известный режиссер режиссерка если хотите значит она сняла у нас такого слова нет на самом деле очень часто начали употреблять именно так такого слова нет слова нет но употребляют очень часто хорошо пусть будет и в арт-среде в том числе значит вы знаете ее по фильму Мария Антуанетта вот теперь она сняла фильм Присцилла мы с тобой обсуждали его на прошлой неделе как раз короткая память Саша это про Элвиса и его штука нет я про Мария Антуанетту а про Присциллу я знаю а теперь выпускает значит фильм Присцилла это о жене Элвиса Пресли и здесь интересный есть факт дело в том что этот фильм выпускается по книге самой Присциллы то есть она выпустила собственно говоря такую автобиографию и вот сняли по этому по этой книге байопинг что Сова сейчас сказать Присцилла очень внимательно следила за работой Копполы ей прям важно было в каждый момент так сказать вгрызаться чтобы это было достоверно ее личному мнению сколько на данный момент уже лет ой прилично женщина в возрасте да посмотрим что женщина в возрасте вспомнила об Элвис мне кажется ей захотелось чтобы этот фильм появился и не зря эта книга тоже вышла потому что несколько лет назад вышел фильм Элвис База Лурмана если я правильно помню режиссер нам очень понравился в душу не запал на раз-два просто и смотрите там акцент был на музыке а здесь и на истории Элвиса а здесь наоборот музыки от слова нет совсем кому интересна эта музыка Элвиса Пресли я согласен и здесь акцент на ней как на женщине как вот а как она отразилась на его судьбе хотя конечно мы понимаем о смотри нет просто дальше я если бы попросили слоган сделать этого фильма я бы его составил за две минуты за каждым великим великим Элвисом стоит Присцилла стоит и пишет сценарий фильм о Элвисе примерно так о себе но я все равно хочу посмотреть то есть мне интересно во-первых Коппола интересный режиссер это такой прям женский женский взгляд скорее всего именно так и будет потому что она даже Марион Теннет раскрывала с точки зрения молодой девочки которая взошла на престол и получила какие-то не имея верные возможности вот здесь у Присциллы то же самое ведь это была обычная девочка а тут она попадает в окружение короля рок-н-ролла ну то есть интересно на это посмотреть но конечно переплюнуть фильм Элвиса будет очень сложно потому что там есть музыка нет нет ты сейчас зря ты сейчас зря я думаю что когда начинается вот это назовем это так псевдоличная история человека который с гигантом огромным и обычно это подается все немножечко через его иллюзию мира это вызывает да ну я говорю в ее отношении да здесь ну короче суть в том что когда дело касается личной жизни всем всегда интересно спасибо Маш да ну я старался это как-то чтобы без покопаться там вот это все да она там про расскажет про бьюз про сложности это там есть это все любят но мне кажется что все равно Элвис вот фильм про который который он намного более масштабный и впечатляющий там и звук и свет и музыка и актерская игра а здесь мне кажется это личная драма она такая будет мне кажется достаточно специфическая захотелось поделиться женщине да очень много психологов она могла бы обратиться к ним и пообщаться по этому поводу я так понимаю что Присцилла же не так давно пережила еще одну трагедию потому что их совместная дочь единственная ушла из жизни вот это была естественно такая внезапная неожиданная смерть и я думаю что это тоже конечно ну где-то повлияло на Присциллу может быть и вот такие воспоминания непростые об Элвисе который уже очень много лет нет ну и вот собственно об их совместной дочери ты зачем говоришь что его нет Элвис вечен он бессмертен я считаю это безусловно это безусловно и еще такие весомые звезды но кстати еще напомним что этот фильм идет в нашем кинотеатре то есть можно пойти абсолютно не то что в нашем в наших во всех кинотеатрах и в Бендерах в Григориополе в Тирасполе сейчас совместно с мировым прокатом да у нас тоже идет фильм Присцилла Элвис и я да нужно посмотреть во всяком случае я думаю это может быть интересно и третья новость должна была быть про моду Саша но я тебя пожалела на этой неделе на следующей неделе мы поговорим проговорим итоги кутерной недели а я не приду здесь будет одна Мария посмотрим а сейчас расскажу вам я бы даже сказала это какая-то новость такая на грани на грани какого-то юмора что ли значит есть такой немецкий художник фоссель и когда-то далеко в восемьдесят в этом году если посчитать то 35 лет назад он свой опель старый автомобиль забетонировал то есть реально покрыл бетоном и на центральной трассе Кёльна таким образом его зафиксировал то есть это идея такой вечной парковки идея о том что иногда нужно остановиться подумать о жизни и вы представляете себе до сих пор 35 лет находится там сейчас значит расчистили эту скульптуру монумент этот арт-объект смыли граффити значит почистили его и реально сейчас на него заново стало реагировать публика откопали опель в смысле из цемента нет-нет-нет так и остался нет они его почистили просто да-да-да но все понимают что там внутри автомобиль идея в том что казалось бы люди привыкли перестали на него реагировать а здесь его расчистили видимо еще какую-то эмблему добавили дополнительно и это теперь новый такой арт-объект в городе при этом вокруг этой истории разворачивается целая такая внутри СМИ история потому что кто-то начинает говорить что давайте его перевезем в другое место а давайте не будем перевозить и то есть новый виток популярности бетонированного опеля восемьдесят девятого года мне это понравилось знаете с точки зрения чего с точки зрения того что вроде бы этот арт-объект не представляет собой никакого интереса с точки зрения искусства но как СМИ могут вокруг обычной истории развернуть еще бы и заново создать интерес это очень здорово потому что современное искусство производит огромное количество очень интересных объектов правда а здесь что-то ну слишком наверное банально это было не банально понимаешь прошло такое количество лет никто не вспоминал не обращал внимание а тут возвращаясь к вашей джаконде ей тоже некоторое количество лет но все на нее до сих пор уходят тут не надо пожалуйста опель путать с джакондой для меня все это искусство если оно привлекает это очень очень здорово в общем привлекло внимание и мне показалось эта новость довольно таки интересная потому что вновь через время можно казалось бы к чему-то очень обыденному привлечь внимание и это снова будет работать его внук подтянулся то есть как будто вокруг инфополя целое выросло понимаете а здесь людям новостей не хватает а если их не хватает их можно создать сто процентов это тот случай кстати да бывает и так ну что ж Саш мы тебя благодарим наше путешествие по миру искусства на сегодня закончилось но мы непременно его продолжим через неделю обязательно а пока желаем друг другу хорошей недели мы продолжаем хочется напомнить что на прошлой неделе президент Вадим Красносельский обратился с посланием к органам государственной власти ставил задачи на предстоящий год и в том числе поставил такую задачу такая инициатива прозвучала ввести уголовную административную ответственность за взлом в социальных сетях и это правда такая злободневная история во-первых сейчас время непростое и если происходит этот взлом каких-то личных аккаунтов там может появиться какая-то непроверенная информация которая естественно ну может за собой повлечь самые разные очень неприятные последствия плюс это просто преграда для мошенников которые тоже у нас активизировались последние годы мы вам не раз рассказывали эти истории как они бесконечно терроризировали пенсионеров пока кстати притихли что хорошо но бдительность не теряем бдительны мы много раз об этом говорили и казалось бы да проходит какая-то волна и очередные пенсионеры к сожалению наверное самые не защищённые добрые наивные люди опять откликаются на мошенников мы об этом опять говорим но опять возникает И что говорить что нужно бдительность не терять об этом помните знаете напоминать вашим должно быть подRIS .. соседям, да и просто знакомым людям, о том, что если вам звонят и каким-то надрывающимся голосом рассказывают дикую невероятную историю, то нужно просто положить трубку, обратиться либо в милицию, либо перезвонить, в крайнем случае, родственнику, про которого вам рассказывают. Да, это очень важно, соблюдайте бдительность. Ну и, в общем, о том, что это злоба дня, говорил как раз президент. Вот давайте послушаем. Это уже понятно, злоба дня. Все уже пользуются этими аккаунтами. И недобросовестные люди, мошенники взламывают аккаунты, начинают шантажировать людей. Так сказать, вынимая оттуда различную информацию. Совершают мошеннические действия, ну и так далее. Поэтому во многих государствах уже давно введена уголовная ответственность. Она должна быть и у нас. Поэтому в кратчайший срок эту инициативу надо направить на рассмотрение Верховного Совета. Безопасность – это главное, и это касается абсолютно всего, в том числе социальных сетей. И эта инициатива президента, она безусловно про это. Ну а мы решили обратиться к тем, кто сталкивался с таким взломом в собственных социальных сетях, в аккаунтах. Такое у нас действительно бывало. Поговорили с программистами, которые могут дать какие-то советы, как себя обезопасить. Ну на таком, самым простом пользовательском уровне. Но это тоже важно, это тоже нужно. Более того, если говорить про более такие масштабные глобальные истории, и давайте вспомним, что YouTube Первого Приднестровского тоже взломали не так давно, и мы боролись с этой проблемой. В общем, это действительно есть, это непридуманная проблема. Конечно. И мы тоже решили в ней немножко поразбираться, и покопаться в этих историях, и такое умное зерно для себя полезное извлечь. Ну давайте посмотрим наш сюжет. Цифра от 1 до 8 или паспорт, пароли на все случаи жизни. Если не хотите потерять свой аккаунт в социальных сетях, нужно придумать новый код. Как обезопасить себя на просторах интернета, сейчас разберемся. Шантаж, доступ к личным или банковским данным, цели мошенников могут быть разными. Схемы обычно бывают разные. Это может быть просто какой-нибудь фейковый сайт, очень похожий на оригинал, но там ссылочки просто, которые там официально есть у этого сервиса, там меняют какую-то букву. Ну вот, выглядит он одинаково. Пользователь заходит, вводит свои данные туда, ничего не подозревая, нажимает кнопку «Войти» и данные отправляются просто мошеннику. Использовать сложный пароль – самый главный принцип. Личные данные, двусловные пароли или последовательный набор цифр не подойдут. В прошлом году компания NordPass опубликовала список самых популярных паролей 2023-го. 1, 2, 3, 4, 5, 6 – в топе антирейтинга. Взломать такой пароль можно за пару секунд. Инициалы и даты рождения тоже в черном списке. Айтишники говорят, лучше использовать хаотичный или зашифрованный набор букв с цифрами. Это обычно последовательность букв разного регистра, латинские буквы, символы. Это цифры в такой непонятной последовательности. То есть это не дата рождения точно должна быть, которая всем известна. Обычно это минимум 8 символов, но рекомендуется делать и больше. Пароли буквы достаточно длинные. Причем есть сервис, который позволяет эти пароли хранить в зашифрованном виде. И за то, что ты забудешь пароль, можно не переживать. А еще специалисты рекомендуют как можно чаще менять пароли. Использовать разные комбинации для разных площадок. И не пренебрегать функциями двойной аутентификации и секретным вопросом. Помимо сохранения пароля и его сложного вида, сейчас используются разные дополнительные сервисы, такие как двухфакторная аутентификация. Что это значит? То есть обычно сейчас ко всем сервисам привязывается номер телефона. И в дальнейшем можно эту аутентификацию двухфакторную применить. И получается при входе каждый раз в аккаунт пользователь вводит свой логин, вводит свой пароль и ему еще отправляются смс-сообщения с коротким кодом на телефон. Это аккаунт приднестровского блогера в Инстаграме. У Киры почти 79 тысяч подписчиков. И она уже сталкивалась с попыткой взлома. Есть такие хитрые способы взлома страницы через директ в Инстаграме. Это мошенники, несомненно. И такие сообщения в директ, в запросы, приходят вам чаще всего ближе к ночи, когда человек теряет свою бдительность, когда он готов перейти по любой ссылке ради безопасности своего аккаунта. Взломщики очень грамотные. Они пишут этот текст в соответствии с официальными письмами Инстаграма. Инстаграмы просят вас перейти по ссылке для того, чтобы удостовериться в вашей личности. Никогда не переходите по этим ссылкам. Это фишинговые сайты. Они украдут у вас доступ к странице и будут требовать выкуп. А еще не забывайте выйти из своего аккаунта, если вы пользовались чужим смартфоном или ноутбуком. И никому не сообщайте код из смс-подтверждения. Внимание! В рубрике Александр Дичтест на знание знака зодиака. Знаешь ли ты такого человека? Независимость присуща этому знаку зодиака. Яркая фантазия, стремление идти вперед к поставленным задачам и веселый нрав. И это еще не все. Я бы хотел сказать о том, что это еще можно представить этот знак зодиака как некого прогрессивного мудреца гороскопа. Это еще один знак качества от него. И основное определение, которое подходит к его характеру, реалист, который стремится изменить мир к лучшему. Как ты думаешь, что за знак зодиака? Ну, судя по тому, что у нас сегодня праздник, как мы уже говорили. Сегодня день рождения, юбилей нашего босса Виктора Савченко. Он водолей. Да. И вот, честно говоря, все то, что ты там прочитал, все или почти, все абсолютно подходит. Что значит почти? Если ты считаешь, что почти все, то у босса есть к тебе вопрос и зайдешь к нему после записи. У меня вопрос к веселому нраву. Это вот по настроению. Не знаю. Мне кажется, он очень веселый человек. Просто он должен быть с нами строгим. Потому что с нами будь веселым, мы быстро залезем на голову. Это сто процентов. Это правда. Ну, в общем, видите как, действительно все совпадает. Вот мы сколько раз говорим, что мы к гороскопу, ну, так себе относимся, а в итоге, когда какие-то характеристики случаются, как будто бы все сходится. Потому что мы уже с тобой формируем этот гороскоп. Ты об этом не задумывалась. Вот такая мистика, да. Ну и мистика про остальные знаки зодиака. Прямо сейчас поехали. Овны. Вы будете полны творческого энтузиазма и вдохновения. Многое из того, что наметите осуществить в этот день, вам удастся. Это хорошо. Да, рабочий вторник сегодня напоминаем. Тельцы. День подходит для реализации личных планов. Особенно это относится к сфере образования и физической культуре. То, что не особенно относится ко мне. Но должно, должно, Мария. Давайте. Близнецы будут полны позитива, поэтому даже самый банальный ужин в кругу семьи они могут превратить в праздник. Могут превратить, а могут не превратить. Тут уже от них все зависит. Раки. Этот день благоприятен для работы над собой, над своим телом и душой. Несомненную пользу принесут диеты. Да, ставьте вы эти приколы. Только не прибегайте к экспресс-методам под девизом «минус 10 килограммов за 10 недель». Ни в коем случае. За 10 недель. За 10 недель, да, за неделю. Мы говорим в целом о правильном питании, а не о диетах в этом случае. Ни в коем случае, да. Дальше у нас львы. Можно планировать дела, которые раньше вызывали опасения. Сейчас вы способны принять неожиданные и очень удачные решения. Это хорошо. Девы, ваши очарования и новые образы не останутся незамеченными, поэтому от поклонников ждите комплименты и предложения. О, что приятно. Дальше весы. Хорошо, скорпионы, да. Этот день является наилучшим для раскрытия ваших творческих способностей, удовлетворения желаний и максимального проявления лучших качеств. Заявит о себе ваша талантливая натура. Все это про козерогов. Стрельцы, козерогов. Ой, ты видишь, как, да, человек. Вот что бывает, когда читаешь текст дальше. Дальше у нас стрельцы. Им предстоит решить сложный вопрос, касающийся финансов и дальнейшей работы в офисе. Если ситуация зайдет в тупик, не паникуйте. Те стрельцов, которых я знаю, они не паникуют никогда. Козероги. Вот они, Саша. Вот, наконец-то мы. Вы в любом деле будете настроены по-боевому. День не склоняет вас браться за мелкие проекты и, скорее всего, вы будете одержимы претворением в жизнь глобальных амбициозных замыслов. Но, хорошо. Многих водолеев практически не будет причин для размогу. Окажутся удачными все действия, направленные на улучшение качества жизни. У меня какой-то другой гороскоп про водолеев. Ты, видимо, неправильно прочитала. У водолеев, которым сегодня исполняется 40 лет, все будет счастливо, благополучно и прекрасно. И будут большие подарки от близких людей. Это для одного самого лучшего водолеева. А, тогда ладно, хорошо. Вот так вот. Ну и, наконец, рыбы. Вам лучше внимательно слушать, что происходит вокруг. День предоставит вам шанс собрать информацию по какому-то важному для вас вопросу, услышать ценные советы или отличную идею. Отличную идею, которую вы точно сегодня воплотите в жизнь. Ведь сегодня очень добрый и хороший вторник, судя по гороскопу. Вот так. И никак иначе. И никак иначе. Мы всегда на этом настаиваем. А сейчас у нас будет такая танцевальная пауза. А затем мы вернемся. Не знаю, как кто проводит свое воскресенье, а в танцевании молодежи республики собралась на батл. Здесь можно узнать что-то новое, но, конечно, показать свои способности. 50 приднестровских танцоров со всей республики приехали, чтобы взять реванш. Так называется батл. К ребятам танцор приехал из Румынии. Как вам наши приднестровские танцоры? Для меня было большим сюрпризом, что так много совсем маленьких танцоров. Они вытворяют такие крутые штуки, а взрослые дают такой грув, что от него просто уносит тебя. Это очень круто. Много очень талантливых ребят. Я в Приднестровье впервые. Вы меня очень приятно удивили. Я даже запомнил одну девочку. Очень трудолюбивая. И делает очень сложные элементы. Легко и круто. Заметил и подарил фирменную футболку с логотипом своей команды. Весь мастер-класс Лена внимательно слушала тренера. Он это оценил. Не помешал даже языковой барьер. Что делаете и как вам мастер-класс? Мастер-класс довольно информативный, потому что даются какие-то маленькие концептуальные движения, над которыми нужно очень долго работать, чтобы их развить до уровня хорошего танцора. Поэтому я считаю, что это круто. Ваш тренер говорит совершенно на другом языке, а вы говорите на русском. Понимаете друг друга? Да, но я понимаю по-английски, мне и так понятно. Но танец больше получается в общении. Когда вы танцуете вдвоем, например, друг напротив друга, тогда общение получается лучше. А можно мне пару упражнений показать? Мне кажется, что танцоры лучше всего общаются, когда они качают. Так что мы можем с вами просто покачать. Давайте. Вот так. Мне кажется, я похожа на бревно. Это имеет какое-то название или просто кача? Да, это называется кач-рок, когда мы качаем телом вперед, в сторону или назад. Разница в языках не мешает? Кто понимаете? Понимаю частично на английском, да. На румынском не сильно. Как вообще мастер-класс, как настроение? Все замечательно, отличная организация, все супер. И что-то тяжелое, которое не понимаете? Пока такого нет, но это пока основы. Сейчас мы растанцуемся и еще дадут более сложные вещи. Мероприятие посвящено хип-хоп направлению, то есть исключительно хип-хоп культура. Мы такие мероприятия стараемся делать, потому что это очень полезно для наших детей. Практика на баттлах, на мастер-классах, она очень важна. Не у всех у нас есть возможность выезжать за границу, чтобы посмотреть на таких крутых танцоров, вдохновиться, зарядиться энергией. Поэтому я решил, что я лучше сделаю так, что он приедет к нам и прокачает наших ребят. И мы все вместе круто проведем время и зарядимся крутой энергией и прокачаем свой танец. Полуторачасовой мастер-класс прошел как одна минута. Если вы думаете, что уже начались баттлы, нет. На танцевальном языке это называется джем. Сейчас ребята разминаются, смотрят, какие есть фишки у друг друга, но не показывают свои слабые стороны. Джем ребятам нужен для разминки. В нем танцоры привыкают к биту, который им дает диджей. Открывали баттл самые юные танцоры. Один выход, одна попытка в 45 секунд. Задача не из легких. Линия 8. Девочка занимается хип-хопом всего 5 месяцев. Для нее этот баттл первый в жизни. Мне очень понравился баттл, но чувствовала я ощущение, такое чувство, что нужно качать, нужно трудиться, нужно все делать. А как тебе твоя соперница? У меня соперница, я удивилась, что такая маленькая, но еще и танцует так прикольно. В баттлах две возрастные категории, в каждой свой победитель. Но самый главный приз для всех участников – опыт. Следующая встреча состоится уже этой весной. Еще раз поговорим про каток. Мы уже об этом сегодня говорили. Каток сейчас место, которое привлекает множество посетителей. И там даже дикий ажиотаж, для того, чтобы его даже как-то уравновесить. Для людей, которые приезжают из других уголков Приднестровья, есть специальный график того, как можно туда попасть, если вы не из Террасполя. Ну, в общем, сейчас, правда, наверное, одно из самых любимых мест для развлечения всей семьей. Причем очень и очень максимально бюджетно. Дешевле было бы только бесплатно. Но это прям совсем смешно. Все-таки есть какой-то момент обслуживания катка, обслуживания коньков, которые вам дают зарплаты людям, которые там работают. Поэтому, естественно, оплата должна быть. Но она максимально демократична. Ну, минимальней просто быть не могло. Абсолютно. 15 рублей, напоминаем, стоимость сеанса. Мы уже сегодня обсуждали каток, который открылся на днях в Кишиневе. Там стоимость проката 120 леев. Ну, просто почувствуйте разницу. Мы уже тоже говорили. Мы рады здесь гостям из Молдовы. У нас огромное количество политических и экономических проблем. Но так как это делает Молдова, чтобы это отражалось на простых людях, нам, конечно, такого не хочется, мы такого не делаем. Хотя мы могли бы ввести для наших кишиневских, молдавских гостей, например, повышенную плату за каток. Но этого мы делать не будем. Те же 15 рублей. Приезжайте, катайтесь. Кстати, завезли и новый купол. Об этом тоже говорили. Сейчас у нас каток открытый. В этом тоже есть свое удовольствие. Мне кажется, в этом есть определенная фишка, конечно. Это очень здорово, но все-таки мы страна южная, и, конечно, каток без купола совсем скоро просто не сможет функционировать. Каток без купола, как Днестр безо льда зимой, к которому мы привыкли. Поэтому, естественно, будет специальный купол, чтобы там поддерживать эту прохладу. И надеемся, что каток будет работать не только в зимнее время, но и в течение всего года. А также можно выиграть кучу прямо сейчас призов от катка и от их спонсоров. Там их очень-очень много. Я тут залез к ней на страничку. И все, что нужно для этого сделать, просто отметить их, подписаться на их спонсоров. И от спонсоров гигантское количество призов. Тут и колонки, и наушники, и фотосессию на катке, и парфюм можно. И пирожные, и флешки, и подарочный бокс. А главное, вход на три сеанса с другом можно выиграть. А, чтобы я никого не обидел, уже тогда дочитаю. Деревянная доска с сыром и гастробокс. Ммм, как это звучит вкусненько. В общем, у нашего катка, во-первых, есть инстаграм. Мы вам напомним, если вы еще не знаете. Они его достаточно активно ведут. И вот там, на их странице, и проходит этот конкурс. Завтра он уже закончится, он до 31 января. Так что успевайте. Времени немножечко, но все еще можно успеть, поучаствовать, что-то приятное выиграть. Но это всегда, согласитесь, приятно. Халявушка, приходи. Главное, там инстаграм-аккаунт ваш должен быть открыт. И вы должны быть готовы приехать в Террасполь забрать приз. Это, наверное, самое-самое важное. Вот такие дела. Ну, а нам все-таки, вы знаешь, какое-то снежное такое появилось у нас. Зимнее настроение ввиду разговоров. Я же, вы знаете, я ведомый Маша сказал, что у нас снежное настроение. Я просто хочу в этом же направлении продолжить и вспомнить, какие у нас замечательные были снежные морозные денечки. И в эти дни как-то было, кстати, особенно здорово на катке, мне кажется. Давайте посмотрим наши снежные ролики, те кадры, которые мы успели наснимать, пока у нас было очень снежно и по-настоящему так, по-зимнему было. Субтитры сделал DimaTorzok Нынешний год президентом объявлен как год семейных ценностей. И это очень-очень важно. Казалось бы, такой элемент, как семья, который известен каждому. Это слово известно каждому. У каждого есть семья в разном составе, но у каждого точно она есть. И при этом, кажется, семейные ценности. О чем тут? А на самом деле в быстро развивающемся мире, да, вот я люблю об этом говорить, что наши родители относились к семье по-другому, чем наше поколение, мне кажется. Знаешь, наши родители старались сохранять ее, понимали, что это основа основ, и что важно, чтобы семья всегда была в полном составе. Сейчас как будто наши поколения, да, и люди помладше считают, что, ну, можно жениться, знаешь, там где-то щетку не там поставили, что-то не так произошло, и все, можно разводиться и строить новую семью. А ведь важно сохранять как раз вот этот баланс и понимать, что не всегда все хорошо, но при этом нужно быть вместе и идти дальше. Ну, раньше как будто бы выбирали чинить, а не выбрасывать и покупать новое, а сейчас скорее выбросить и купить новое. Причем те же самые проблемы, которые привели к поломке предыдущего, в итоге приходится в новое. И все так же и происходит. Поэтому, наверное, важно понимать, что семья действительно очень-очень ценна, и это каждодневная работа, друзья. Я думаю, что так же наравне, как вы ходите на работу, так же вы приходите домой, и там тоже трудитесь. Понятно, что не как-то там, где-то там переставлять обязательно надо, но при этом душевно, да, чтобы испытывать любовь и понимание друг друга. Два человека, которые сейчас без брака, рассказывают вам о том, как важно сохранять семью. Ну, это нормально. Да. Хотите, я еще расскажу вам о похудении? В общем, здесь же в целом, я думаю, для каждого это близко. Семья, и как бы мы ни относились, что бы ни случалось в жизни каждого, в своей семье, в которой вы выросли, в той семье, в которую вы создали, планируете создать, когда произносишь вот это словосочетание семейной ценности, все равно что-то такое близкое, теплое, оно, ну, в душе, оно в любом случае что-то там появляется. Да, зажигается, и об этом нужно говорить и помнить. Потому что, когда есть семья, когда есть какой-то тыл, да, намного проще пережить сложности этой жизни. И Юрий Никулин, кстати, говорил, его спросили о том, что такое счастье. Кстати, я буквально недавно наткнулась вот именно на этот фрагмент интервью, и он говорил, я думаю, что счастье – это когда вы утром очень хотите идти на работу, а вечером очень хотите идти домой к своей семье. Если есть семья, то со всем остальным намного проще в этой жизни справиться. И в этом смысле переоценить роль семьи просто невозможно. Это, конечно, то, что нужно беречь и стараться делать все, чтобы, во-первых, изначально это создать, ну, а затем это сохранить. И я думаю, что именно про это наш год семейных ценностей, и мы очень много в течение года, мы, в принципе, всегда на самом деле это делаем. Мне кажется, мы всегда за семейные ценности. Эта тема у нас всегда, всегда нам близка, но, конечно, этот год – это еще один такой стимул, лишний раз, да не то, что лишний, здесь не может быть лишнего раза. Каждый раз об этом стоит напоминать. Напоминать и рассказывать семейные истории, которые есть у нас в Приднестровье. От которых становится теплее на душе. Говорим и напоминаем, и их чтим, и передаем дальше из поколения в поколение. Сейчас будет наш сюжет, это как раз еще одна такая история про семейные ценности. Здесь речь пройдет про династии, про династии учителей. Мне кажется, эта профессия, она очень часто как раз встречается в варианте династии. Вот тебе мои старые журналы, дочка, иди в школу. Ну, я думаю, что так и так идет прямая передача знаний учителей. Но это тоже вот про семью и про ценности, которые передаются, и про то, как пример родителей. Становится заразительным для детей. В общем, несколько таких добрых историй сейчас в нашем сюжете. На этой фотографии Анжела Саинчук с мамой идет в первый класс, а на этой уже и ее выпуск учеников. Здесь отец, сын, бабушка, мама, муж и сама Анжела. Все учителя. Общий педагогический стаж на семью свыше 150 лет. Семейная династия учителей Жуара Цуркан Саинчук из Глинова. Снимок опубликовали в норвежском журнале в конце 80-х. Приезжал министр просвещения Норвегии. Попал в гости к семье. Ему показывали, как живут и работают педагоги в Советском Союзе. Я поняла, что такой огромный опыт, столько лет стажа в моей семье, это и есть призвание быть. Значит, эта ниточка не прервалась. Династия не прервалась. И продолжение было и есть. Тирасполь, детский сад номер 32. Анжела Цуркан Саинчук больше 40 лет в педагогике. Сначала работала логопедом. А сейчас заведующая детским садом. На столе фотографии ее семьи. С этой специальностью, во-первых, меня связывает наследие. Меня связывают мои родители, мое детство, которое проходило в семье учителей. У нас каждый вечер, семейные вечера за ужином проходили как педсовет. Вместе с ними, считайте, я проходила все радости, переживания, все подъемы и падения. И мне настолько близка по духу была эта специальность, эта профессия, что я решила также отдать свое сердце детям. Анжела участвовала в конкурсе «Педагогические династии». Его проводил наш Минпрос. Нужно было рассказать о семейных достижениях и традициях в видеоформате. Заняла первое место в номинации «Призвание быть». Есть любовь к работе. Если суждено понять каждого ребенка, то мы состоимся как педагоги. Мы, конечно, наша династия очень много сделала для учеников. Мои родители проработали большую жизнь в школе-интернат. В селе Глиноя. И вы знаете, я была свидетелем того, как приходили выпускники, которые достигли в жизни очень многого, несмотря на то, что они сиротами были, или у них были какие-то другие проблемы. Но они достигали очень многого. И они приезжали к моим родителям и благодарили за то, что они в жизни научили их жить, бороться с трудностями. И давали многое очень напосле в жизни. Муж тоже педагог. Познакомились на учебе. Каждый семейный вечер – это обсуждение планов и рабочих моментов. В семье Саинчук осваивают и другие профессии. Сын учится на медицинском факультете. Начнется ли новая династия – пока вопрос. А это детский сад номер 49. Елена Денова – заместитель заведующей. В семье первый педагог. Стать воспитателем мечтала с детства. 25 лет проработала в одном детском саду. Надо было устроить ребенка в детский сад. И хотела просто прийти помощником воспитателя, чтобы только быть рядом возле ребенка и иметь работу. Но по обстоятельствам мне предложили воспитателем. Так и осталось воспитателем. Это как бы мечта была детства. И она сбылась, и моя мама мной гордится. Говорит, ты свою мечту уже осуществила. Не вкладывая в свою душу просто пасти детей, идти в эту профессию лучше не надо. Это вот такие вот интересные игры, с помощью которых ребенок развивает свою речь и может спокойно составить любой рассказ. А это Екатерина Лунгу, дочь Елены. Решила пойти по стопам мамы. Я нашла свое дело. Это то, что я люблю. Я могу о работе говорить часами, неделями. Я могу здесь задерживаться. Я могу с детьми находиться все время, 24 часа в сутки. Я люблю очень детей. И мне с ними комфортно. Екатерина Лунгу, мама четырех детей. Говорит, ее дочка планирует продолжить дело мамы и бабушки. А значит, династия продолжится. Все, что нам осталось рассказать вам, это какая сегодня будет погода. А будет она по-настоящему хорошей, потому что вы в хорошем настроении. А там совершенно не важно. Итак, Мария. Ну, смотри. Маша, красиво, ручками, как я учил. Плавно, плавно. Не меняется обстановка у нас в последние дни 10. У нас ночью легкий минус, днем легенький такой плюс. Такая обстановка у нас... Замечательно, да, что этот легенький минус иногда уже доходит до минус 5. Это говорит человек, который любит солнце. На севере и в центре республики даже получается еще... В центре легенький минус опускается до минус 6. Ну, ладно, уже назовем это даже практически уверенный минус. Хорошо. Для Приднестровья это действительно уверенный минус. Морозная ночь, что на юге. Переезжаем на юг. Ну, здесь все то же самое примерно. Минус 4, минус 6 ночью. А днем плюс 2, плюс 4. Ну, в целом погода пока не меняется. Нормально. Нормально. Погода, сказала Маша. Главное, что погода в душе очень-очень нормальная. Сегодня еще солнышко выглянет, но мы считаем, что это как минимум, потому что сегодня у нашего босса день рождения. Она меня обогнала, а? Потому что это моя должна была быть фраза, но ладно. Мы еще раз поздравляем нашего босса Виктора Савченко с днем рождения. У него сегодня юбилей, вы тоже можете присоединиться, присылайте свои поздравления к нам в социальные сети. Мы обязательно все прочитаем, мы все обязательно передадим. Будет приятно, что вы тоже его цените и любите, потому что все, что вы видите, это его работа как руководителя. Ну и в целом нам уже пора бежать поздравлять его лично, заканчивать эфир. Поэтому мы вас отправляем в этот замечательный день. Пусть он принесет только положительные эмоции. Ну а мы надолго не прощаемся. И с вами сегодня начинали этот замечательный день. Александр Монтаренко. И я не буду ее объявлять, а неожиданно. И Мария Фантази. Вы знаете, на каком лучшем телеканале нас найти. Мы всегда здесь с вами на прямой связи, так что надолго не прощаемся. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин